Глава 62. Египет. Если сказать честно, то в интернате дни были не таким уж и монотонными. Каждую неделю что-то случалось, и это приводило всех в движение. Так произошло и сегодня. Утро началось, как и обычно, но во время второго урока вошла директор и привела с собой девчонку. Все в классе так и замерли. Это была настоящая каланча. Интересно, как появляются клички? Их даже и придумывать не надо. Просто появляется в одно мгновение похожее слово. И что интересно, сразу же у нескольких человек. Девочка была высокая, худенькая. Она была даже выше директора. Ребята, познакомьтесь, это Аня. Она будет учиться в вашем классе. Девочки, пожалуйста, будьте вежливы с ней и после занятий познакомьте Аню с нашим зданием и с распорядком интерната. Не оставляйте девочку без внимания. Девчонки недобрым взглядом посмотрели на Аню и тут же начали перешептываться, делясь впечатлениями и предположениями. Аня с трудом сдерживала слезы. Она прошла через весь класс и села за заднюю парту. Но так как она не вмещалась, она села боком. В классе все захихикали. Раиса Ивановна сказала, что на перемене принесут стол и она будет сидеть за столом. У Ани ничего не было. Она просто сидела. Заметно было, что она ничего не слышала, а была погружена в свои мысли. На перемене Аня осталась сидеть. Ее все окружили и стали задавать самые разнообразные вопросы. Но Аня ответила только на два. Ей 12 лет. Ребята, которые были намного ниже ее, только присвистнули. Прозвенел звонок. Все разошлись по своим местам. После занятий ребята побежали к дедушке. Девчонки их больше не интересовали. Когда ребята уселись, дедушка стал расспрашивать об их жизни. Они рассказали ему, что прочли в Библии. Затем рассказали про новенькую, которая сегодня появилась в классе. Бабушка остановилась и внимательно слушала замечания ребят. Она только вздохнула и продолжала заниматься возле плиты. Вчера мы прочитали с вами, как Иосиф был продан купцам. Купцы отвели его в Египет, а там продали в рабство. Иосиф попал в дом богатого человека. И какое-то время все складывалось хорошо. Работа была нетрудная. Он должен был смотреть за домом. Все в нем делать. Но вот жена царь-дворца, у которого он жил, оклеветала его. Иосифа посадили в тюрьму. Давайте прочитаем книгу Бытия, 39 главу, 20 стих. И отправили его в темницу, куда царь сажал заключенных. Иосиф остался в темнице. Иосиф по-прежнему верил в Бога. Несмотря на то, что Иосифа ненавидели братья и обесчестилась жена хозяина. Он верил в единственного, истинного и живого Бога. Иосиф знал, что грешен и может быть прощен только милостью Божией. Он верил обетованиям Бога, как верил им Авраам, Исаак и Яков. Никто никогда не может угодить Богу без веры в Его Слово. Самое большое, что вы можете сделать, это принять Слово Божие за истину и поверить всему, что он написал в Библии. Бог не оставил Иосифа, когда тот был в темнице. Бог заботился о нем, потому что у него был чудесный замысел относительно жизни Иосифа. Дедушка, неуверенно начал Саша, я не совсем понимаю, если Бог видел Иосифа, и он был верным Богу, почему ли тогда с ним все это случилось? Ведь Бог мог сказать, что Иосифа оклеветала жена Патифара. Он мог спасти его от тюрьмы. Где же тут видно, что Бог на самом деле заботится, когда у него такая несчастная жизнь? Ребятки, нам многое непонятно в жизни, потому что мы не знаем, что будет завтра. А Бог знает, поэтому лучше всего просто довериться Ему. Пример Иосифа очень яркий в этом отношении. Давайте мы понаблюдаем внимательно, что же Бог делал. Теперь, когда Иосиф находился в темнице, казалось действительно невозможным, что он станет главой своей семьи. Но Бог не меняется, Бог всегда выполняет свои обещания. Он не похож на людей, которые меняют свои решения, забывают обещания или лгут. Прочитай нам Юра книгу «Бытие», 42 главу, с 1 по 8 стих. «Два года спустя фараону приснился сон, как будто он стоит у реки Нил, и семь коров вышли из реки и пасутся на траве, здоровые, хорошие на вид коровы. Но вот из реки вышли еще семь коров, тощих и больных на вид, и стали на берегу рядом со здоровыми коровами. И больные на вид коровы съели здоровых коров. И тут фараон проснулся. Когда он снова уснул, то ему опять приснился сон. На этот раз ему приснилось семь колосьев пшеницы, растущих на одном стебле, здоровых и полных зерна. А потом он увидел, что прорастают еще семь колосьев, но пустые и опаленные горячим ветром. И эти семь пустых колосьев пожрали семь полных колосьев. И тут фараон проснулся и понял, что это был всего лишь сон. На следующее утро фараон был очень встревожен этими снами. Тогда он послал собрать всех волшебников Египта и рассказал им свои сны, но никто из них не мог их истолковать. Раньше Бог говорил с людьми во время их сна. Через сон он задумывал показать фараону, что вскоре произойдет в Египте. Сейчас Бог так не обращается с нами. Почему? Спросил Юра. Ведь он же знает, что нас ждет в будущем. Конечно же, Бог знает. Он не изменился. Он и сейчас знает о будущем все. Но если Бог не говорит с нами во время нашего сна, как мы можем знать о будущем? Спросил Славик. Бог учит нас тому, что нам надо знать с помощью своего слова Библии. Фараон царь Египта не знал и не поклонялся истинному и живому Богу. Игиптяне поклонялись солнцу, луне и звездам, животным, просмекающим и реке Нил. Но несмотря на то, что они не поклонялись Богу, Господь решил использовать этого царя и его страну для достижения своих целей. Славик, прочитай нам из книги «Притчи» 21 главы стих 1. Это приблизительно в середине Библии, сразу после Псалтырия. Земледельцы роют каналы для поливки полей. Они меняют направление потоков. Так и Господь управляет разумом царей. Он может направлять царя, куда он желает. Бог властен над всеми людьми и народами. Даже если те и не знают о Нем и не служат Ему. Он может использовать любого в зависимости от того, каким образом решил достичь своей цели. Бог – Господь Всевышний. Бог – Верховный Правитель Всевосущего. Что бы мы ни сделали, это принадлежит нам. И мы сами решаем, как использовать результаты своего труда. Если бабушка испекла булочки, она может оставить их себе, может угостить вас или отдать соседям. Бог – Создатель всех людей. Он – Источник жизни. Он сотворил нас, и мы по праву принадлежим Ему. Бог может сделать с нами все, что пожелает. Но так как Бог праведен, все, что Он делает людям, правильно. Бог использовал жизнь египетского фараона и израильского узника на благо своего народа. В то время Иосиф находился в темнице. Но даже там он верил, что намерения Бога относительно него были справедливыми и праведными. Я думаю, что это ужасно трудно. Покачал головой Саша. Ты прав, Сашок. Совсем немного людей, которые доверяли Богу в любых обстоятельствах. Это трудно. Но об этом никогда не пожалеешь. Потому что Бог верен. Несмотря на то, что Иосиф не знал, что собирается предпринять Бог, Он доверялся Ему и жил верой, зная, то, что сделает для него Бог, будет хорошо. Давайте прочитаем книгу Петье, 41 главу, с 14 по 16 стих. Фараон велел привезти Иосифа из тюрьмы. Стражники тут же вывели Иосифа из тюрьмы. Он остриг волосы, надел чистую одежду и отправился к фараону. Мне снился сон, сказал фараон Иосифу, но никто не может мне его истолковать. Я слышал, что ты умеешь толковать сны. Я не умею, ответил Иосиф, но Бог может объяснить их тебе, фараон. Прочитай, Юра, стихи 25 по 32 этой же главы, 41. Иосиф сказал фараону, оба эти сна об одном и том же. Бог говорит тебе о том, что скоро случится. Оба сна на самом деле означают одно и то же. Семь хороших коров и семь хороших колосьев – это семь лет. А семь тощих и больных на вид коров и семь тощих колосьев означают, что в этих краях будет семь голодных лет. И эти семь плохих лет наступят после семи хороших лет. Бог открыл тебе, что случится вскоре, и Он сделает так, как Я тебе сказал. В течение семи лет в Египте будет всего в изобилии. Но потом наступят семь голодных лет, и народ Египта забудет о том, как много было всего раньше, и голод погубит страну. Люди забудут, когда не были голодными. Фараон, тебе приснилось два сна об одном и том же, ибо Бог хотел показать тебе, что Он на самом деле сделает так, и что все вскоре случится. Иосиф не умел разгадывать сны, но он верил, что Господь даст ему толкование снов фараона. Бог дал Иосифу понимание снов, чтобы фараон смог узнать, что произойдет в его стране. Бог никогда не подводит тех, кто верит в него. Славик, прочитай нам дальше из этой же 41 главы книги Питье, только стихи с 38 по 41. «Я думаю, что нам не найти никого более подходящего для этого дела, чем Иосиф», – сказал фараон своим приближенным. «В нем Дух Божий, который дает ему великую мудрость». И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все это, то нет никого мудрее тебя. Я поставлю тебя над моей страной, а народ будет повиноваться тебе. Только я на престоле буду могущественнее тебя. Отныне ты будешь правителем всего Египта», – сказал фараон Иосифу. «Вот это да!» – произнес с восхищением Юра. «Теперь становится понятно. Прошел все испытания, остался верным Богу и из тюрьмы прямо на царство». Хотя Иосифу пришлось пройти множество испытаний, «Господь управлял событиями и не забывал об Иосифе. Сны, которые Господь послал ему в юности, должны были исполниться. Бог всегда осуществляет свой замысел. Никто не устоит против него. Когда пришло время исполнить свой замысел, Бог вывел Иосифа из темницы и дал ему высокое положение. Все случилось, как во сне, которое Иосиф видел еще мальчиком». «А теперь все ему поклонятся?» – спросил Славик. «Об этом мы прочитаем в следующий раз, а сейчас посмотрим, как распорядится бабушка своими булочками». Улыбаясь, сказал дедушка. Бабушка налила всем суп и действительно поставила на стол горячие воздушные булочки. Ох, и вкусно же было! Вечером, когда ребята, захватив Библию, вошли в игровую, они увидели в ней Валентину Николаевну с Аней. Они остановились. «Проходите, ребята!» – пригласила Валентина Николаевна. «Мы с Анечкой решили послушать. Что вы сегодня узнали?» «Еще тут девчонок не хватало», – подумал Славик, но промолчал. Ребята начали рассказывать, и вскоре игровая была заполнена слушателями. Аня с большим вниманием ловила каждое слово. Сергей, как всегда, завладел Библией и читал вслуг. Когда они закончили читать, Валентина Николаевна сказала, «Ребята, это очень хорошая и поучительная история. Я думаю, что вы чем-то похожи на этого Иосифа. Тоже проходите трудную школу детства и, может быть, отрочество. От вас сейчас зависит, обозлитесь ли вы на весь мир или выдержите испытания и станете замечательными людьми. У меня есть предложение. Давайте мы с вами будем знакомиться. Вы уже много лет живете вместе, и многие из вас не знают друг друга по-настоящему. Ребята засмеялись. Они знали друг друга как свои пять пальцев, могли всех назвать по имени и фамилии. Но я не о таком знакомстве говорю. Я буду вам рассказывать об одном из вас, не называя имени. Вы, конечно же, сами себя узнаете, и если захотите, можете что-то добавить. А если нет, то промолчите, и никто не будет знать, что это о вас. Давайте, давайте, зашумели ребята. Ну, хорошо, слушайте. Была одна девочка. Папа у нее сильно пил и часто избивал ее маму. Девочка подросла и училась уже в училище, когда мама умерла. Вначале девчушка горько плакала и тосковала за мамой. А потом стала встречаться с ребятами, попробовала курить, начала выпивать. Поначалу ей было страшно, но ребята сказали, что если она выпить больше, то страх пройдет. Она стала пропускать занятия, в результате изучили еще, отчислили. Ночевала она то у подруг, то у друзей, начала потихоньку воровать, потому что хотелось кушать и одеться. Однажды ее поймали и дали три года тюрьмы. Вот там-то и родился один из вас. Ребята сидели тихо и внимательно слушали. «А может быть, это я?» – думал Юра. Ребеночка забрали и определили в дом малютки. Когда ему исполнилось три годика, его перели в детский дом, а в шесть лет – в наш интернат. Что будет дальше с этой невинной крошкой? Каким он вырастет? Пойдет ли он по той же дорожке или станет нормальным человеком? Принесет он людям счастье или горе? Человеку дана свободная воля. В интернате мы можем научить вас читать, писать, как себя вести, но выбрать, стать человеком или негодяем можете только вы. Ребята еще долго сидели молча. «Завтра я вам еще про кого-нибудь расскажу», – прервала молчание Валентина Николаевна. А теперь всем хочу пожелать спокойной ночи. Продолжение следует... Продолжение следует...